Батюшка, здравствуйте! Вот очередная новость о погоне за лайками молодого поколения. Я правда не знаю, что здесь комментировать. Когда вы лицом не красны, вы можете начать показывать другие части тела, думая, что это людей больше заинтересует. Тут есть на самом деле одна... Если бы речь шла только о какой-то глупости, невежестве, и ограниченности тех или иных людей – это было бы полбеды. Но тут есть нечто очень недостойное. Вы знаете, когда Ильф и Петров писали «12 стульев», они описывают такого примитивного отца Федора, который хотел небольшого свечного заводика и участвовал в гонке за «12 стульями». И действительно, он комичный, он нелепый. И это все действительно смешно. Если только не знать, в какое время это все пишется. В то время, когда храм сносили, и когда вот этих не мифических, а настоящих отцов Федоров опытом и в розницу отсылали на соловки. То есть, нехорошо смеяться над теми, кто претерпевает беду сейчас. А сейчас, в случае с этими руферами, обратная ситуация. Люди почувствовали, что многим в обществе церковь не нравится. А что здесь греха таить? Многим не нравится церковь. Ни как институт, ни как индивидуальные священники, ни как активный участник общественной жизни в стране. И они же ведь лезут на эти храмы и снимаются там не потому, что у них лично какие-то храмы претензии, особенно этому конкретному храму. Они в расчете на аплодисменты со стороны тех, кому не нравится церковь. То есть, они уже подстраховались. Они уже знают, что если большинство людей скажет, что вы просто рехнулись, вы просто с головой не дружите, то обязательно найдется тот, кто скажет, что они защищают свободу. Обязательно найдется тот, кто скажет, что они против жирных толстых попов на Мерседесах. Хотя, при чем здесь купол храма, совершенно непонятно. Вы придите в храм и поговорите. Вот какой-то полоумный человек не так давно опубликовал записки свои в интернете, где он анонимный, но рассказывает, что он сельский священник. И рассказывает, что он получает зарплату 70-110 тысяч рублей. Это вранье. Это я вам могу сказать, как московский настоятель, не получающий такой зарплаты. Это невозможно. Все значительно скромнее. Но никто не хочет узнать правды. Достаточно эпатирующая реакция. Один какие-то свои гениталии прибивает к брусчатке Красной площади. Другие на храм залезают. Это недопустимый способ общественной полемики. Если вы с нами не согласны... Но давайте почему мы не можем сесть за стол? Почему мы не можем дискутировать? Слушайте, я участвовал на нескольких телеканалах в дискуссиях с нашими оппонентами. Мы приглашаем людей, которые, например, требуют возвращения Исаакиевского собора, церкви. Или приглашаем атеистов, или еще кого-нибудь. Мы не боимся дискуссии. Но дискуссия не на крыше храма должна происходить. Спасибо, Господи. Спасибо. Дорогие телезрители, оставайтесь с нами на телеканале «Союз». Всего вам доброго. Дорогие телезрители, оставайтесь с нами на телеканале «Союз». До новых встреч! До новых встреч!